На нашу телекомпанию обратилась женщина с просьбой о помощи. С 2009 года она лечилась в Ярославской областной онкологической больнице. Но в марте этого года в специальном лечении ей было отказано. Израильская клиника Ихилов в Тель-Авиве дает шанс на выздоровление. Подробности в следующем материале выпуска. Что можно сказать, глядя на эту милую женщину? Очень приятная, в хорошей форме, молода выглядит для своих 52 лет. Что вообще значит для женщины этот возраст – 52 года? Замечательный возраст, когда еще много сил, когда уже достаточно мудрости. И хватает еще задора и молодости для того, чтобы ходить в походы, общаться с друзьями, заниматься любимой работой и вообще просто жить. Четыре года назад жизнь Миры Третьяковой остановилась. Она пришла домой и сказала маме – все потеряла ценность. Врачи поставили диагноз – рак яичников в третьей степени. И началась борьба, химиотерапия, реабилитация после нее, рецидивы болезни. И так по кругу бесконечное количество раз. Иногда казалось, что сил нет совсем. Миша сказала мне – я знаю, как это – умирать. Это гораздо легче. Жить. По-моему, каждый хочет, не дай бог, никому такого состояния. Когда мы четыре года и умирали, и возвращались к жизни. Это так жестоко. 27 февраля этого года лечащий доктор написал в медицинской карте Миры – ухудшение после химиотерапии, специальное лечение не показано. То есть выписал – умирать. Двое суток после этого Мира не спала, сидела в интернете, упрямо искала варианты. И с удивлением обнаружила, насколько далеко весь цивилизованный мир продвинулся в диагностике и лечении этой страшной болезни. Я очень удивлена, что, допустим, наши врачи не знают, что такое томотерапия. Хотя она в той же Южной Корее, по скайпу я разговаривала с Южной Кореей, уже 10 лет лечит томотерапию. Так и начинаешь верить, что люди, которые лечатся химией за границей, живут по 15-20 лет. В интернете Мира нашла несколько израильских клиник, куда выслала копию своего медицинского заключения. Ей ответили – приезжайте, мы сможем вам помочь. Поездка в Израиль – это еще и возможность прикоснуться к гробу Господню. Ведь вера – это то, что дает силы жить и бороться за жизнь. Я поначалу смирилась со своей болезнью. И в принципе я с ней смирилась, вот пока вот этого приговора не было. Я никак не могла смириться с тем, что с сыном произошло. До сих пор не смирилась. Вот это плохо. Вот сейчас я уже полностью уповаю на Бога. Мира рассказала нам, что вряд ли обратилась за помощью к людям, если бы не тревожилась за судьбу единственного сына. Два года назад его зверски избили подростки. Сережа чудом остался жив и сейчас на инвалидности. Работать по специальности не имеет возможности. Этим летом сын женился. И вспоминая об этом, Мира впервые улыбается. Сейчас хочется просто выжить и увидеть внуков, которых еще даже пока нет в плане. А мои прогнозы на жизнь краткосрочные очень. Мира боится за горячую любимую мамочку. На плечи этой хрупкой женщины легло слишком много испытаний. Чтобы купить жизнь, у нас нет средств, чтобы жизнь купить. Или хотя бы ее продлить. Вот поэтому мы и обращаемся к людям. На лечение Миры требуется неподъемная для женщины, но достаточно реальная для нас с вами сумма – 500 тысяч рублей. С банковскими реквизитами вы можете ознакомиться на нашем сайте gtk.tv или позвонить на домашний телефон семьи 47-5107. Мира еще не все сделала на этой земле. Ей рано от нас уходить. Юлия Тихомирова, Максим Сушанов, Алексей Дробжев, Городской телеканал.